Во Владивостоке в следующем месяце планируют ввести дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте. То есть цена будет зависеть от способа оплаты – карты пассажира расплачиваются или наличными. Положительно. А почему? Потому что я оплачиваю безналом. Сейчас большинство людей пользуются безналом, поэтому я сужу по себе, я уже давно наличкой не пользуюсь. Мне без разницы, я буду оплачивать и безналом, и наличным. Новые тарифы пока еще не утверждены. И как только решение будет принято, глава Владивостока подпишет соответствующее постановление. Стоит отметить, что в этом году жители Владивостока оплатили безналичным способом более 30 миллионов поездок. По данным автоматизированного диспетчерского центра, чаще всего пассажиры расплачиваются за проезд с помощью банковских карт платежной системы ВИЗа. На втором месте по популярности – карты МИР. На третьем – Мастеркард. Четвертое место по количеству оплат у единой транспортной карты, которую мы ввели на общественном транспорте в 2019 году. И это нас не может не радовать, ведь у такой карты есть целый ряд преимуществ. Во-первых, такой картой расплачиваются дети, которым родители не всегда могут дать свою банковскую. Во-вторых, родители, привязав единую транспортную карту к своему телефону, всегда могут отследить, во сколько прошла оплата и в каком автобусе. Единая транспортная карта, наконец, дает возможность сэкономить. По ней действует пересадочный тариф на нескольких городских маршрутах. Сообщила Татьяна Бердникова, директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр». К слову, граждане все чаще отказываются от использования бумажных денег и предпочитают оплачивать покупки банковской картой или бесконтактным способом. И согласно оценке Центробанка, в 2021 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может составить 72%, а в 2023 вырастет до 75%. Алина Черненко, Анастасия Лихман, Новости на Восьмом.